Американские и южнокорейские военные начали совместные военные учения, которые еще больше усугубляют нестабильность. Об этом говорится в заявлении заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи Ким Йо-Джон, опубликованном 10 августа агентством ЦТАК. Мы выражаем глубокое сожаление в связи с предательством власти Южной Кореи, говорится в заявлении. В нем также содержится предупреждение о том, что Пхеньян будет укреплять оборону и мощные превентивные возможности, чтобы быстро реагировать на любые военные действия. Что касается северокорейской политики, проводимой администрацией Джо Байдена, которая подразумевает дипломатическое взаимодействие и диалог без предварительных условий, то она является ничем иным, как лицемерием и маскировкой, чтобы скрыть ее скрытые амбиции военного вторжения. Накануне в Минобороны Республики Кореи подтвердили, что с 10 по 13 августа южнокорейские американские военные в формате компьютерного моделирования отработают действия в кризисных ситуациях. Командно-штабные учения пройдут в период с 16 по 26 августа, также в формате компьютерного моделирования. Силу Вашингтон решили провести учения, как и планировалось, сократив их масштабы из-за пандемии коронавируса. Решение было принято, несмотря на предупреждение Пхеньяна о том, что проведение учений ослабит зараждающиеся примирительные настроения между двумя кореями. Как сообщил ранее, источник правительства и предстоящие учения не включают полевой этап, являясь командно-штабными, и они проводятся полностью в формате компьютерного моделирования с участием минимального количества военнослужащих. Продолжение следует...